Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И если она, если там, король голый, да, если как бы особо не о чем говорить, но если там не очень интересно, то, собственно говоря, все это и все остальное не имеет смысла Я прихожу в мастерскую и начинается мой рабочий день Каждый раз он может начинаться с разных вещей Ну, как правило, что надо помыть кисть и выдавить краски на палитру Потом решить, какую картину я пишу, с чем я буду сейчас работать Потом моментально передумать и достать другую картину Я радуюсь своей профессии В этом смысле, да, там, присыпаешься и думаешь, хорошо, никуда на работу, там, в 8 утра дела, да, там, бежать Вот Такую достаточно свободную Вот графику, как я хочу, там, ночью рисую, хочу, там, поеду куда-нибудь, там, в музей схожу То есть здесь есть, конечно, некая такая романтика, там, все это так интересно Ну, ой, вы художник, там, ой, а что это такое, как тебе? С другой стороны, на самом деле, это просто работа Я очень часто так для себя рассматриваю Работа хорошая, интересная Шарманщик, или, как мне придумал один, знакомый, красивое название, продавец счастья Вот я люблю это название, можно так его назвать То есть еще не дописано, ну, как бы, вот такая вот шарманочка Он, там, раньше у него попугай сидел, потом он улетел Это было случайно В детстве очень много пробовал разных, там, спортивных секций, каких-то других Какие-то там, не знаю Ну, в основном, да, в основном, наверное, спортивные секции были А мама очень хотела, чтобы я где-то что-то как-то был, там, к искусству Приобщен Вот, ну, с музыкальной школы я сказал, это было бы первое такое заявление Потому что у меня старший брат занимался скрипкой И все это, у нас с ним была одна комната И все это было, как бы, вот, постоянно И я сказал, музыкальная школа, я не пойду никогда, просто, по определению Он говорит, ну, в художественную попробуй Вроде как бы, там, чего-то хвалили в школе на уроках рисования Я сказал, ну, попробую, ну, вот, неделю хожу, и все Стал там заниматься, мне там просто понравилось Запомнились вот практики с детской школы Ездили по пригородам, нарисовали там, как-то чего-то там Пенечки деревца, что-то такое С утюгниками, толпой такой дружной Все смотрят, вот, художники маленькие Ну, как-то так забавно было себя ощущать в этой, в роли Тогда это еще роль была Для художника вообще важно место, где он Мастерская вообще, это святая, как бы, святыня там и так далее И без мастерской художник, художника очень другое Ну, вот, как бы, художнику-живописцу невозможно Вот, и у меня так очень хорошо все гармонично сложилось Я закончил институт, потом был в творческой мастерской Ну, то есть у меня была мастерская в академии, там, пять лет А потом, когда нужно было ее освобождать Я вот сразу же получил, что мне очень, как бы, повезло Получил мастерскую вот эту вот от Союза художников Вот, и прекрасное место, улица Чайковского Все вокруг там, все замечательно и красиво И само помещение достаточно большое И я был, так сказать, потрясен какое-то время Несколько дней у меня была просто улыбка исходила с лица У меня несколько картинок на зимнюю вот эту вот масленичную тему Вот, и все это на фоне снега какие-то там В основном это дяденьки, которые там как-то там чего-то Вот, и я сейчас поймал себя на мысли, что иду по улице и заглядываюсь на мужичков Как у них лица на фоне снега, каким вот пятном, где там, какие рефлексы Я так вот уже, так стараюсь себя так в рамках держать Я на дипломе начал вот эту вот тему масленичную Ну, такую народную, что ли Я не очень, мне не хочется скатываться в какой-то, не то что скатываться, не хочется, чтобы Мои картины рассматривали через, ну, знаете, как сейчас устраивают немножко такую ряженую масленицу Вот, я хотел бы копать чуть поглубже, чтобы в этом еще там что-то было такое вот общечеловеческое Чтобы это не было привязано там 18-19 это век Или вот в таких костюмах ходили в такой-то губернии, в таких В другом месте, ну, вот какие-то такие этнографические, исторические аналогии Я не хотел бы, хотелось бы что-то такое общее, такое вот Некий дух передать народную Ну, насколько это получается, это уже, опять же, я История нас рассудит, что называется Все равно все остается Холст, масло, которое уже там 500 лет Сколько там, больше 600 лет существует Вот, и, в принципе, в этом плане Какие-то вот эти вот рабочие моменты, они В отличие от других профессий, они очень мало меняются И Также это относится и к системе обучения, и к самому процессу обучения То есть здесь Чего-то принципиально нового Не придумать, мне кажется То есть в этом и Наверное, и сила этой профессии, ну, какая-то и убедительность Больше 10 лет я работаю с американскими галереями И как-то, само собой, там проводятся эти конкурсы Они международные, и я решил попробовать свои силы участвовать А там был конкурс реалистического портрета, в том числе Чем я и занимаюсь, и что я люблю Поэтому, как-то, само собой, получилось Очень все было помпезно Все как-то, типа, как мне это напомнило Вручение Оскаров Публика, там, какой-то концерт, что-то такое На несколько часов все это И все это торжественно так потихонечку подходило К финалу, когда будут там зачитываться Победители Ну, как бы, вроде как Всех зачитали, а меня, ну, думаю Ну, вроде должны были Вроде нет Ну, там осталось А теперь, Гран-при Ну, как бы, это было, конечно, неожиданно Было такое потрясение Хотя, немножко подозревал Потому что эти работы были выставлены Несколько дней ходили зрители Ходили в жюри Выбирали все это Как-то вот так вот Вот И рядом с моей картинкой Там, ну, народ, типа, как задерживался И что-то такое Одобрительный фон Такое какое-то присутствие Поэтому я так Подозревал, что, наверное, как-то меня немножко отметят Ну, что это будет Такая премия, я, конечно, не ожидал Но это было очень приятно Это такая девочка Девочка из штата Нью-Мексико У меня была выставка в музее в Америке И там я проводил мастер-класс Мне понравился очень какой-то такой образ Какой-то, не знаю, космос в глазах Что-то такое Вроде бы и современный человек И в то же время что-то такое Так, каким-то там, не знаю Фенимуром Купером так повеял У меня такие бывают по жизни парадоксы Я помню, как это в разговоре Я как раз вот на... Говорил, вот, ну вот Что я точно никогда не буду писать Так это индейцев Ну, вот как вообще Какой-то вот крайний случай Какой-то, который вообще невозможен Я имел в виду этих там чингачгуков С перьями там С какими-то всеми аксессуарами Вот, и потом я приезжаю в Америку Я знал, что будет мастер-класс И говорит, ну, модель как бы там найдем Модель И привели, и я понял, что я... Это у меня вылилось целую серию работ Пять-шесть Я даже какие-то покупал там Ну, вот, привез вот это вот На лампе висит Вот это вот с перышками Это такая индейская штуковина Называется ловушка для снов Потом какой-то колчан Я тоже принес Ну, как бы так в эту тему Как бы какие-то там книжки стал Там в интернет залез посмотреть Что там у них какие бывают Ну, какие-то там весюлечки И что там это обозначает На самом деле, может быть, это с моим подходом Это все не особо на картинке видно Потому что до деталей я так не всегда дохожу на работах Но, может быть, сам как бы так чуть-чуть в тему вошел, так скажем Я себя вот хочу ощущать не только портретистом А и каким-то... То есть те же самые эмоции Но когда там не один человек, а там 10-15 Ну, не важно Когда это уже как-то в картинку В картину какую-то складывается Это интереснее И вот сейчас мне на данном этапе Хотя я не отказываюсь от портрета тоже почему нет В прошлом кусок стола, по-моему Я уже не помню, что это такое Обычно палитры вот какие-то Это как-то стационарные Они достаточно небольшие А у меня размах-то сами видите Поэтому нужно, чтобы... Побольше Цуриков говорил, например, когда я пишу, я там творец Когда я пишу картины А когда я продаю их, я купец То есть это нормально, это вполне может сочетаться в каждом человеке Ну и каждый сам для себя решает На самом деле это... В конце концов, картину можно и подарить А можно ее, если она получилась Можно ее и подороже Чтобы как бы и следующие картинки Таким образом состоялись Картину пишешь, иногда торопишься Вообще картинка должна отстояться Ее вот так вот спылут в жару И тут же там куда-то на выставку Это неправильно Не всем я так уж шибко доволен На самом деле их не очень много Когда вот... Ну на самом деле, вроде удача И вот когда приходишь и получаешь подтверждение Вот этим своим каким-то воспоминаниям Которое вроде что-то получалось Да, ну так, надо проверить Приходишь и уже когда это все висит В каком-то там чужом интерьере Ну я имею в виду там где-то на выставке Где-то вот в какой-то другой совершенно обстановке И видишь, да, действительно И вот это вот подтверждение своим каким-то вот этим вот Воспоминаниям, они вот пожалуй радуют Я как бы любитель книжек И мне ну как-то надо постоянно что-то там Да, как и свои работы я люблю Это как бы расставлять и менять Менять картинку Потому что глаз замыливается И уже не видишь Вот, а какого-нибудь классика полистаешь Так и вообще как-то вдохновляешься Это мне нравится Как в 12 стульях Миронова спрашивает Астапа Бендера А вы что художник? Он так... Художник Мне так нравится этот момент Художник Вот и таможник как-то говорит А как ты докажешь, что ты художник? Ну я там корочку достаю И вот Академия художественных Говорит, ну это в переходе можно купить А как еще докажешь? Я говорю, ну давайте за 2 минуты Портретик на ваш набросаю Он так обиделся Говорит, ну это... Ну не знаю И ушел По характеру я долго на одном месте не могу сидеть Мне нужно вот какая-то вот такая Какое-то движение То есть Приехал в мастерскую Поехал, преподавал снова Приехал Не знаю Кофе попил Я бы рад Как старик Хемингуэй Или как... Ну много таких Там Врубель вроде говорят Там 3 часа в день писал Репин вроде тоже Там с утра Там чуть ли не с 7 утра До часу работал И потом отдыхал Я бы рад Но не получается Потому что Что-то такое постоянное Я не успеваю Поэтому Ритм Зависит от От суровой действительности Каждый художник Он по определению современный Просто может быть Более интересным И менее интересным То есть Он может там глубже где-то копнуть И задачу себе поставить Или Ну или как бы остановиться На каком-то Наработанном Своем же собственном Варианте То есть Это от человека Зависит Красивая картинка или нет Убеждает Нравится смотреть Или не нравится Такие На самом деле Для меня вот Критерии Такие вообще Нужно основной Какой-то акцент Делать на работе Которую Ну не можешь не сделать Вот она назрела Вот ты ей Как бы сейчас Она тебе наиболее Наиболее интересно И вот Не откладывая Прямо сейчас Прямо там Не знаю Прямо сейчас Да Нужно Нужно ей заниматься Потому что Потом Притупляются Какие-то чувства Уже по-другому Уже даже и забываешь Иногда там В каких-то блокнотиках Смотришь Что-то какое-то Там что-то даже написано Как прям почерком С сокращением Что такое Что-то вроде Радовался Какие-то восклицательные знаки Ставил Что не забыть А что не забыть То есть Это получается Ну какая-то Рожденная картинка А потому что Когда То что наиболее Сейчас Больше всего Интересно Как правило Оно лучше всего И получится Потому что Ну потому что Этим живешь Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова